значит было винеровский процесс но я не буду перечислять его свойства на доске но напомню что это независимые приращения и приращение гауссовские одно приращение гауссовской с дисперсией значит вот у такого приращения значит дисперсия t минус s если t больше s значит почему почему непрерывные траектории ну я напомню на счет это по теореме калмагорова там такая была теорема что если вот такая вот оценка есть то непрерывные траектории есть так у нас у нас с чем это нужно применять значит смотрите а если так совсем банально сделать ну с двойкой тут самое милое дело с двойкой уже считать ничего не надо но с двойкой не дотягивает видите эпсилон нет с двойкой получится а не не эпсилон значит бета вовсе не двойка а бету нужно взять четверку так а вот если сосчитать четвертый момент так а а четвертый момент у гауссовской случайной величины заданной дисперсии ну давайте это не будем считать будем считать что это относится там каком-нибудь значит прошлому семестру то тогда получится что а единица плюс эпсилон можно взять равное трём значит а ну но 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 нам даже не важно какое давайте я не буду даже писать а тогда она точно будет единица начнутся счет сосчитайте какой будет ответ а ну годится на ответ будет 4 на т значит минус с в кубе но значит это даже не важно что именно в кубе важно что стало больше значит единицы вот значит а теперь значит обсуждается вот вот это у нас так сказать было обсуждается альтернативная способ так вот виде функционального ряда значит е н базис в л2 ну скажем давайте для для определенности на 0 2 пи мы там в прошлый раз на 0 2 пи обсуждали значит базис какой угодно годится артнормированной а и как я прошлый раз говорил значит есть теорема о которой полезно знать но доказывать мы ее не будем и самой даже так сказать у нас самого обсуждения этого нет почему так будет вот ну как это полезно как факт знать значит а но если если е н это синусы нт косинусы нт ну там с множителями так то получается что когда вы проинтегрируете так значит получаются ряды получаются ряды вот такого вот вида вот мы на этом закончились давайте я значит выпишу какого вида ряды получаются получаются вот такого вот ну там с коэффициентами конечно значит по синусом и значит и значит по косинусом так аналогичные ряды так значит спрашивается а почему хотя бы в l2 это даст что-то а при таком способе действия трудность никуда не уйдет потому что тут же цель чтобы была равномерная сходимость а тут не станет от этого легче доказывать равномерную сходимость потому что видите если бы тут стояли квадраты то все было бы чудненько ряд бы равномерно сходился но но увы стоят те кто не сходятся но хотя бы в l2 хотя бы в l2 сходимость есть значит почему есть хотя бы в l2 сходимость а значит вот такой вот ряд сходятся почти наверное потому что потому что ряд из интегралов который как раз уже хороший ряд значит он сходится начиная раз ряд из интегралов сходится то сходятся значит как известно почти всюду сам функциональный ряд поэтому для тех омега для тех омега для которых вот та сумма конечно ну можно считать что это для всех выбор вы выбор но множество мер 0 можно считать что это для всех умега так значит получается что ряды сходятся в l2 так ну на самом деле на самом деле сходимость как видно из этой оценки сходимость в l2 на по двум переменным значит по мере меру лебега умножить на п даже в таком будет значит эти вот из-за этой оценки следует что этот ряд как двух функций двух переменных сходятся так а поэтому можно положить значит можно взять то что мы хотим функции двух переменных как сумму ряда значит как сумму ряда а где он сходится значит он тогда сходится почти всюду ну для при почти всех всех значит то есть при почти всех парах но вы скажете процесс по нашим по нашей доктрине процесс это функция двух переменных но она все-таки при всех ты должна быть определена так они при почти всех так а как быть а здесь значит получилось при почти всех но тут можно подправить а можно подправить то что получилось а пока что у нас получилось значит вот так но давайте подправим По Фубини, при почти всех фиксированных Т, есть сходимость ряда при почти всех омега. Множество таких Т, пусть будет какой-то там Т0. При каждом Т0, при почти всех омега будет сходимость. А теперь мы сделаем следующее. Давайте сосчитаем матожидание и дисперсию. Раз ряд сходится в Л2, то смотрите, что получается. Значит, получается, что матожидание вот этого, это будет 0. Ну, при почти всех Т. Почему? Ну, потому что матожидание вот этих всех нулей. Теперь давайте посмотрим, чему вот это равно. Матожидание квадрата. Так? Значит, смотрите, что получается. Получается, что это матожидание вот от чего. Значит, на первый взгляд, ну, что-то ужасное предстоит делать. Ряд возводить в квадрат. Так? Ну, давайте посмотрим, что это за ряд. Значит, это вот какой ряд. Ну, давайте, давайте вот я напишу вот так. Да нет, давайте сразу интеграл напишу. Значит, смотрите, это ряд вот какой. Стоят стандартные гауссовские случайные величины. Так? И при них что-то. Так? Значит, и при них что-то. Но тогда они независимые. Так? И тогда получается вот какой ряд. Будет просто ряд из квадратов вот этих вот. Значит, потому что вот эти независимые стандартные гауссовские. Так? А тут же t и s фиксировано. Так что они пока, ну, какие-то числа стоят. При этих гауссах стоят какие-то числа. Значит, дисперсия суммы будет просто сумма дисперсий. Так? А что это? Вот это что такое? Значит, смотрим внимательно вот на это. Значит, стоит, ну, вроде какие-то ужасные интегралы какие-то стоят. Так? Значит, если вот пуститься во все тяжкие, начать сюда подставлять синусы и косинусы, ну, какой-то тихий ужас получится. Так? Ну, на самом деле не надо на это смотреть, как на интегралы. А на это надо посмотреть вот как на что. Это стоят индикаторы отрезка скалярно-генными в L2. То есть, смотрите, тут стоит сумма квадратов коэффициентов фурье. Так? И поэтому по парсивалю, значит, по парсивалю, так, это будет просто квадрат нормы индикатора в L2. Ну, а это будет T-S. Потому что вот считать нормы в L2 индикаторов одно удовольствие. Это просто длинный, квадраты норм, это просто длинный отрезок. Значит, смотрите, получили заказанную, получили заказанную величину. Ну, так сказать, на самом деле можно считать, можно считать, что пока T и S вот из этого T0, где есть сходимость. Потому что мы что-то исполняли при фиксированных T и S, так? Ну, и поэтому нужно, чтобы при них была сходимость. Но на самом деле из этого вычисления видно, из этого вычисления видно, что это верно при всех T и S. Когда мы проделали вычисления, то видно, что тут неважно, сходился ряд или нет, а вот этот ряд будет сходиться в L2. Значит, этот ответ это оправдывает. Значит, смотрите, что у нас получилось. Значит, у нас получилось то, что мы заказывали, что действительно у приращения средняя 0, дисперсия какая надо, так? А теперь при T не из T0, мы теперь переопределяем вот это, как предел в L2, W, S, так? Ну, по каким S? Ну, S стремится к T, и S из T0. Ну, значит, берем последовательность. У нас множество полной меры было, значит, это множество T0 всюду плотно, раз у него дополнение мерами имело меру 0. Поэтому мы, чтобы у нас вот эта функция двух переменных была не при почти всех T заданной, а честно, как полагается у процесса, при всех T, мы вот еще такой последний финт делаем, переопределяем, так? Значит, в итоге у нас получилось вот это при всех. Значит, у нас при каждом T появилась случайная величина. Значит, ну, при таком способе остаются вот эти свойства. Значит, остаются вот эти вот, конечно, остаются уже при всех T. Так. Кроме того, понятно, что при таком способе задания WT – гауссовский процесс. Так. Значит, процесс гауссовский получился. А теперь, значит, нам нужно еще что? Чтобы приращения были независимы. Значит, еще мы хотели, значит, уже почти все, так сказать, сделано, так, но, значит, нужны приращения. Значит, приращения независимы. А, значит, из-за гауссовости, из-за гауссовости процесса, значит, проверяем, проверяем некоррелированность приращений. Так, значит, вам нужно взять вот такие вот, так, и, ну, скажем, вот так, значит, сейчас давайте, так, 4, 3, так, значит, где T1 меньше T2, меньше либо равно T3, меньше T4. Значит, вот у этих нужно проверить некоррелированность. Так. Значит, уже процесс гауссовский, значит, для независимости достаточно некоррелированность. Значит, средняя 0, поэтому никаких там мат-ожиданий нет. И получается, что нам нужно сосчитать, значит, смотрите, что нам нужно сосчитать. Нам нужно сосчитать вот такую вот вещь. ну, значит, считаем, значит, смотрите, что получается. Тут получается вот такая вещь. Сумма кси-энных на интеграл от T1 до T2 е-энная, значит, ds, так, а тут кси-энной на интеграл вот такой. Так. Ну, опять стоят, значит, два ряда перемножаются с независимыми гауссовскими и с какими-то числовыми коэффициентами. Так. Значит, получается, значит, получается, что эта сумма будет просто произведение вот этих. Все попарно уйдут, и когда мы честно будем перемножать ряды, то тут будут всякие кси-энно-кси-ка, но они все уйдут, когда к не равно н, потому что они попарно-ортогональные, значит, останутся только одноименные. И при одноименных будет вот такая вот вещь стоять. Так. Ну, в этом опять узнаем, в этом опять узнаем скалярные произведения VL2, значит, индикаторов базисными. Значит, опять, значит, тут стоит произведение скалярных произведений, произведений, ну и, значит, опять фарсеваль, значит, дает, что это будет скалярное произведение VL2 индикаторов. Но отрезки у нас не накладываются, поэтому это будет ноль. То есть, видите, значит, тут все вычисления при таком подходе основанное на равенстве парсевали. Ну, я полагаю, что у вас функциональном анализе, оно же когда-то там давно уже было, это равенство парсевали. Так что, видите, штука полезная. Значит, вот мужик сто лет назад придумал, ну там сто с лишним лет назад, и, видите, до сих пор не устарело. Значит, тут все очень мило, получился нужный процесс, но, значит, у него какой, так сказать, дефект. Ну вот мы при таком подходе мы не знаем, что у него непрерывные траектории. Чтобы узнать, что непрерывные траектории, нужно либо к теореме Калмогорова обращаться, но она здесь опять применима, потому что мы же как только приращение гауссовской и с известной дисперсией, все, четвертый момент читаем, точно так же теорема Калмогорова применима. Ну, я считаю, что это самый эффективный и дешевый способ тут отделаться. Но, возможно, более сильные средства из теории функций можно, так сказать, засучив рукава, браться за сходимость этого ряда. Ну, что само по себе довольно вещь любопытная, но довольно кровопролитные подробности. Поэтому, значит, мы их опускаем. Теперь, значит, спрашивается, а как было у Виннера, который вроде бы это придумал до Калмогорова. Значит, Виннер это в 20-х годах придумал, а Калмогоров это, значит, вот, так сказать, преобразовал, ну, там, можно сказать, в конце 20-х, в начале 30-х. Ну, вот у самого Виннера изначально, честно говоря, было не очень внятно. А у него на самом деле, ну, так сказать, по нынешним меркам как бы не было такого аккуратного доказательства. То, что у него написано, ну, я когда-то пробовал читать, это довольно тяжело читать. И, в общем, не так просто довести до ума. Но потом у Виннера появился талантливый ученик, Пелли, который, потом, к сожалению, погиб в горах, был альбинистом. Вот он успел внести важный вклад в это дело. И вот с его помощью уже, ну, так сказать, позже, уже в 30-х годах, уже после Коломогорова, они все-таки довели вот этот, ну, так сказать, первоначальный способ Виннера, ну, вот изменили его, значит, и довели до некоторого строгого рассуждения. Ну, вот у них, у них вот как раз был такой вот анализ вот этих вот тригонометрических рядов со случайными коэффициентами, вот у них такой был способ. Он технически более длинный, но, ну, имеет самостоятельную ценность. Если не считать, что основная цель как-то получить процесс, то вот их способ через разложение функциональной ряды, ну, тоже представляет интерес, тоже был красивый результат. Но, несомненно, самый такой ясный способ построить аккуратно, мне кажется, самый ясный и короткий способ, это колмогоровский. Ну, у колмогорова всегда так, вот когда он делал какие-то задачи, у него они всегда как-то получались ясно и коротко. Он даже вообще считал, что не может быть длинных математических доказательств, потому что он говорил, что в человеческом мозгу не может поместиться больше, чем на пять страниц чего-то. Поэтому он как-то с сомнением относился к работам, у которых доказательства не помещались на пять страниц. Получается так, что у нас Виннеровский процесс появился как комбинация двух теорем колмогорова. И вторая нужна для того, чтобы траектории стали непривными. Вот у нас какой итог. Так, но это я рассказываю на самом деле некоторые дополнительные вещи, которые в принципе полезно представлять. А собственно, как вот всегда говаривал Колмогоров, студентам не важно, что вы рассказываете, им важно, как полагается на билеты отвечать. Значит, так вот, на билет тут полагается отвечать так, вот должно быть определение Виннеровского процесса. Ну и объяснение, как он получается из двух теорем Коломогорова, которые, обратите внимание, у нас без доказательств. У нас обе эти теорем Коломогорова, они без доказательств. Ну, почему они у нас без доказательств? Ну, потому что, если еще их доказывать, то это будет какая-то сплошная теория меры, а не случайные процессы. Поэтому, в общем, где-то нужно остановиться в теории меры, чтобы ну, хоть какое-то место, так сказать, каким-то, так сказать, стокистическим понятиям дать. Так, значит, теперь, значит, вот некоторые свойства. Некоторые свойства. Это у нас все без доказательства Виннеровского процесса. Значит, ну, свойства значит, первое свойство траектории на самом деле Гельдоровы. Значит, почти всякая почти всякая траектория почти всякая траектория Гельдорова порядка альфа меньше одной второй. Значит, это вот, что значит. Это значит, что W от T плюс H от омега минус W от T оценивается ну, с некоторой константой, зависящей от омега, конечно, и от альфа на значит, А модуль H в степени альфа. Что? А можно, чтобы множество этих омега было фиксировано и обслуживало все альфы, которые меньше одной второй. Ну, вы спросите, почему такая странная избирательность? Почему исключает, ну, значит, во-первых, видно, что это лучше, чем просто непрорывность, правда? Такая еще количественная непрорывность. Ну, кстати, откуда это берется? Ну, это можно усмотреть, на самом деле, из доказательств теоремы Калмогорова, которого у нас не было. Потому, что в действительности его доказательства непрорывности дает вовсе не непрорывность, а дает гельдеровость. Вот, собственно, откуда это берется. Теперь спрашивается, почему такое странное? Ну, ладно бы еще альфа не было бы единицей. Ну, это мы сейчас увидим, почему альфа точно не единица. Ну, почему можно было бы думать, ну, годятся все альфы меньше единицы. так. Вот, почему, значит, вот давайте я сразу напишу свойство 2. Почти, наверное, траектории не имеют точек дифференцируемости. но из этого видно, что не годится альфа равна единице, потому что если бы годилась альфа равна единице, то траектории были бы Лепшицевые, а у Лепшицевой функции есть обязательно точки дифференцируемости, их много. А тут ни одной нет точки дифференцируемости. Смотрите, это второе утверждение сильнее, чем то, что в заданной точке нет дифференцируемости. Вот то, что в заданной точке нет дифференцируемости, это понятно, потому что когда вы точку фиксируете, так, когда вы точку фиксируете и делите на корень, когда вы делите на корень из h, так, то вот это имеет нормальное распределение, так, с дисперсией 1, так, поэтому если вы еще на один корень поделите, ну, как полагается для разностного отношения, то это пойдет в бесконечность, поэтому то, что в отдельной точке Т0 нет дифференцируемости, это очевидно из, вот, просто определения, так, но, тут ведь не говорится, что в заданной точке почти, наверное, нет дифференцируемости, тут гораздо сильнее, что вы берете траекторию, а у нее нет точек, вообще ни одной нет точек дифференцируемости, это довольно нетривиальная теорема, так, но она объясняет, она объясняет, почему не годится тут альфа равна единице, но она не объясняет, почему альфа, скажем, две трети не годится, так, значит, ну, на самом деле это следует, ну, вот, примерно из этого соотношения, но давайте это оставим в качестве задачи, значит, альфа больше одной второй не годится, значит, так что ответ точный, альфа, простите, альфа больше либо равной одной второй, ну, на самом деле, чтобы увидеть, что альфа больше либо равной одной второй не годится, достаточно, конечно, увидеть, что не годится альфа в точности равной одной второй, так, но вот почему альфа не годится в точности равной одной второй, это как раз предмет задачи, и это надо как-то вывести из того, что как раз тогда такое отношение получается, и оно 0.1, значит, гауссовское 0.1, так, и, значит, ну, в общем, вот нужно понять, как это помогает. Но на самом деле, на самом деле есть еще два последних факта, которые я приведу без доказательства, тоже как все в этом разделе, потому что все эти факты, они, ну, в принципе, обозримые у них доказательства, но это тогда какой-то такой удвоенный был бы курс, значит, если все это с доказательствами. А кроме того еще, что плохо, доказательства довольно еще и тяжелые, поэтому, вот еще и поэтому имеет смысл иногда их не приводить. Теорема, значит, теорема, значит, вот что говорит, значит, с вероятностью, с вероятностью единица, вот такие вот предельные соотношения. Так, верхний предел, при Т стремящемся к нулю, Wt от омега делить на корень из 2t, значит, логарифм, модуль логарифм t, так, равен единице. Так, и аналогичная вещь, значит, верхний предел, когда Т идет в бесконечность, но это когда мы уже не на отрезке процесс строим, а на всей, значит, полупрямой. Ну, примерно то же самое и на бесконечности. 2t на логарифм логарифма t, тоже равен единице. Значит, смотрите, значит, смотрите, что получается из вот этого первого. Из этого первого получается, что при фиксированном, при фиксированном t0, вот будет, значит, какой, значит, ну и тоже h стремится к нулю, будет вот такая вещь. Значит, значит, 2h логарифм модуля логарифм h. Значит, смотрите, видите, получается, что верхний предел, значит, приращение, деленного на что-то. То есть, получается, что модуль непрерывности, видите, вот такой, так. А это значит, ну, это немного хуже, чем Гёльдер, 1, 2. Вот если бы не было вот этого логарифма, значит, вот это все называется закон повторного логарифма. Значит, значит, если бы не было этого повторного логарифма, то как раз бы получалась Гёльдеровость 1, 2. Но тут, видите, этот ухудшающий множитель, так. Вот, вот он немножко, значит, он, так сказать, немножко мешает вот 1, 2. Но задача, в этой задаче предполагается, конечно, доказать, что альфа 1, 2 не годится, не пользуясь, конечно, этой теоремой, потому что из этой теоремы это очевидно, доказывать нечего. А в задаче предлагается это как-то голыми руками сделать. Значит, так, значит, это все про Виннеровский процесс. Сейчас, я что-то еще хотел про них сказать. А, вот еще, значит, вот еще полезный процесс. Значит, вот замечание. Значит, похожий процесс, значит, В от Т от омега. Это дубль В от Т от омега. Минус Т на дубль В один от омега. Так. Значит, эта штука называется Броуновский мост. Ну вот, в качестве упражнения найти его ковариацию надо. Значит, чем интересен этот Броуновский мост? У Виннеровского процесса в нуле фиксированное значение. Так? Ноль. А у Броуновского процесса еще и, ну вот у этого Броуновского моста, еще и в единицы. Ну, разумеется, этот мост можно устраивать между нулем и какой угодно другой точкой. Не обязательно единицы. Это я для упрощения обозначения пишу с единиц. Тоже довольно интересный процесс, ну, который там тоже во всяких там физических и прикладных задачах возникает. Так, теперь, ну, там в конспекте у меня еще какие-то есть примеры, но сейчас на них уже не от времени останавливаться, потому что надо энергично обсудить условные математические ожидания. Так. Значит, вот еще некая порция теории меры. Значит, зачем нужны эти условные математические ожидания? Ну, потому что это необходимый бэкграунд для последнего куска курса, в котором речь идет про Мартингалы и Марковские процессы. Значит, вот я уже перечислял небольшой список, так сказать, основных классов процессов, которые там встречаются у нас и в приложениях. Он, конечно, не исчерпывает всех полезных процессов, но вот для такого короткого курса, ну, представляется разумным небольшой список иметь. Ну, вот для того, чтобы вот эти два еще не обсуждавшихся класса, Мартингалы и Марковские, там нужно понятие условного математического ожидания. Значит, ну, можно, конечно, объявить, что это якобы было в теории вероятностей, но это, я знаю, лекторы так любят делать, говорить, что якобы в другом курсе что-то было. А зачастую вот в этих других курсах, наоборот, бывает так, что вот студентам говорят, а вот у вас будет такой-то курс, и вот там про это расскажут. Поэтому давайте, значит, кратко обсудим, значит, это понятие. Значит, вот, значит, дано, значит, дано вероятностное, значит, основное вероятностное пространство. Значит, ну, как вводится, сигма-алгебра на нем введена, так? И, значит, вот появилась подсигма-алгебра. Значит, подсигма-алгебра в B. Так? Значит, определение, значит, пусть, значит, кси интегрируемая случайная величина. Так? Значит, условное, ну, условное, значит, смотрите, вот это условное математическое ожидание, немножко длинный термин. Поэтому, чтобы на доске было короче написано, ну, и, так сказать, драгоценного мела, чтобы меньше тратилось, будем это называть условное среднее. В английской литературе для математического ожидания используются слова expectation. Ну, и тогда здесь, значит, появляется conditional expectation. Там нет этой добавки mathematical expectation, просто expectation, так? Ну, expectation, это в английском разные имеют значение. Значит, вот ожидания, надежды. Значит, вот, например, там роман классика, значит, большие надежды. Он great expectations. Но там вовсе не о математических ожиданиях идет речь. Так, значит, условное среднее, значит, есть, ну, или, значит, еще другое обозначение вот такое. Ну, оно вот будет видно, что иногда вот это удобное. Удобное. Значит, есть, что-что? Кси интегрируемая случайная величина. Ну, вот можно написать так. Кси лежит в L1P. Вот так. Вот. Значит, смотрите, значит, кто ее, значит, какие у нее great expectations. Значит, у нее, вот, значит, что это такое. Это аизмеримая, аизмеримая интегрируемая случайная величина, для которой, для которой... интеграл вот это кси dP равен, значит, интегралу это, ну, вот с этой вот случайной величиной, для всех ограниченных, аизмеримых, аизмеримых это. Ну, понятно, что это равносильно вот чему, что интеграл по каждому множеству из этой сигма-алгебры равен интегралу, значит, вот от этой случайной величины. Значит, для всех а из вот этой подсигма-алгебры. Так. Значит, а почему такая есть? Значит, можно двумя способами это объяснить. Значит, если кси лежит в Л2, то вот эта штука, это ортогональная проекция, проекция кси на подпространство Л2А, порожденная А-измеримыми. Значит, ну, кстати, я сказал, что они равносильны, а почему они равносильны? Ну, потому что, ну, понятно, что это частный случай этого, когда к индикатору применяется, так. Но, если вот это верно для всех, если это верно для всех а, то значит, что это верно для всех индикаторов, так. Ну, значит, это верно для линейных комбинаций индикаторов, так. А всякая ограниченная А-измеримая функция равномерно приближается к конечными линейными комбинациями индикаторов. Поэтому получаем, что верные для всех ограниченных. А почему тут ограничения на ограниченные? Ну, потому что это всего-навсего интегрируемо, поэтому ничего больше мы пока не можем подставлять. Но вот если бы она была из L2, ну что, не обязательно, конечно, то сюда можно было бы в качестве et подставлять и другие из L2. Это получилось бы скалярное произведение в L2. Это выглядит как скалярное произведение, но оно не является скалярным произведением, потому что скалярное произведение, ну что это такое, это обычно никто не помнит, но по крайней мере нужно помнить, что эта штука равноправная по отношению к двум. А тут получается, так сказать, неравноправная, если она не из L2. Вот, так, значит, но если она из L2, то можно взять замкнутое линейное подпространство во всем L2, вот порожденное а измеримыми функциями, так, и на него спроектировать. Это будет то, что надо. А в общем случае, значит, это можно, значит, общий случай, общий случай, значит, откуда берется, значит, вывод, вывод из случая, значит, ограниченного кси. Как вывести, ну, для ограниченного делаем проекции в L2, так, а как дальше, когда кси не ограничена? Ну, разбиваем, как водится, общую интегрируемую на положительной отрицательной части и возимся с каждой в отдельности, значит, сводим к случаю, когда это не отрицательное, так. Значит, рассматриваем, когда это не отрицательное, берем, берем, обрезаем по уровню N, так. Значит, когда обрезаем, эти стремятся, эти ограниченные стремятся к этому. Ну, и устремляем N к бесконечности. Ну, и оказывается, что у них есть предел. Почему у них есть предел? По теореме, по теореме, там, Фату или Беппо-Леви. Потому что, оказывается, что они возрастают, а интегралы у них ограничены. Ну, из-за чего у них ограничены интегралы? Это из-за того, что если сюда подставить единицу, то будет единица, ну, тут единица будет. Интегралы у них единицы будут. Ну, если у этого Кси был интеграл единицы, но тут неважно, какой, я даже зря сказал, единица ни при чем тут. Если подставить эту единицу, будет просто интеграл от Кси. Значит, интеграл от этих, ограниченный интегралом от Кси, значит, вот получится, что у этих, так, значит, смотрите, что получится при таком подходе. Значит, при таком подходе получится, что вот эти вот, ну, к какой-то штуке возрастают. Вот к чему они возрастают, это мы и берем в качестве Кси. Ну, а самый общий случай разложения на две компоненты. Значит, другой вариант, если кто, у кого еще не выветрился простый семестр, значит, то другой вариант такой. Значит, другой вариант. Теорема, теорема Радона-Никодима. Значит, мера, значит, мера Ку на А задана такой формулой. Значит, Ку от А есть интеграл по А Кси ДП. Ну, это если, ну, опять, если Кси не отрицательная. Так, значит, получается, что есть такая мера. Значит, эта мера, эта мера абсолютно непрерывно относительно П на А. Так, ну, из этого следует, из этого следует, что Ху есть Ро умножить на П, на А. Так, где Ро? Ро А измеримая функция. Значит, это общая теорема Радона-Никодима. Говорит, что если есть две меры на сигма алкебре, и одна зануляется на нулях другой, ну, это и значит, что абсолютно непрерывно, значит, зануляется на ее нулях, то та, которая зануляется на нулях, есть основная умножить на некую плотность Радона-Никодима. Ну, вот это очевидно и есть, тогда очевидно, что вот это Ро, оно и есть нужная плотность. Так, значит, но эта теорема не очень элементарная. Обычно лекторы, даже которые включают ее в курс, предпочитают не ввязываться в доказательства. Значит, если ее аккуратно доказывать, то, ну, лекцию ухлопаешь на это дело. А когда лекции там всего десяток с небольшим, то бывает жалко на единичную теорему ухлопать целую лекцию. Но теорема, конечно, принадлежит именитым мужам, и выдающаяся, конечно, теорема. Значит, Радон, это австрийский математик, ну, выдающийся, вот, так сказать, не только по этой теореме, реально выдающийся математик, выдающийся аналитик. Ну, вот можно сказать, можно сказать, что это, так сказать, отец-основатель томографии. Вот за, так сказать, технологическое воплощение его математических идей в начале 20-го века. В середине 20-го века вот люди получили Нобелевскую премию за томограф. Значит, ну и другими он достижениями знаменит. Ну, вот эта теорема тоже, так сказать, ну, вот тут не поймешь, что важнее, томография или эта теорема. Ну, кто его знает? Значит, Никодим, это был такой чешско-польский математик. Ну, он вроде как формально польский, но кажется, ему это очень не нравилось, что он польский. И он себя как чешским выставлял. Ну, естественно, как это часто бывает с теми, кто очень заботится о, так сказать, таких аспектах, он, конечно, все это исполнял и не в Польше, и не в Чехословакии, а в США, конечно. Но, значит, этот вопрос его, значит, даже и там занимал, значит, и настолько занимал, что он даже в конце жизни ввел в написание своей фамилии геокритический знак, которого не было в его вот этих знаменитых статьях 30-х годов, в частности, где теорема Радона Никодима появилась. Значит, он вот в это имя Никодим, он ввел, значит, геокритический знак по-видимому с целью показать, что он не поляк, потому что у поляков таких геокритических знаков нет. И даже вот на его памятнике, накладывающейся в США, даже вот фамилия выведена с этим геокритическим знаком. Ну, я точно не знаю, когда он это сделал, ну, очень похоже, что когда эмигрировал в США. Но эта теорема появилась еще до того, значит, она появилась, вот абстрактная теорема, значит, Радон это придумал для обычной меры Лебега, ну, или там для иных мер на РН, а у Никодима в абстрактной ситуации. Значит, вот в 30-м году он это придумал. Но прославил его, конечно же, Калмогоров. Значит, Калмогоров его прославил так. Значит, Калмогоров в это время, когда вышел журнал со статьей Никодима, Калмогоров находился в Гетингене. Ну, тогда еще можно было выезжать за границу. Значит, ну, у нас какие-то такие странные периоды бывают. Можно, потом нельзя, потом опять можно. Ну, как-то и не очень понятно, когда что будет. Ну, вот Калмогоров попал как раз в такой небольшой кусочек, когда можно было, и находился в Гетингене. И, значит, в библиотеке там лежали на полках, ну, только что вышедшие, ну, там у них раньше такой обычай был, только что вышедшие журналы на полках выставлять. Потом этот обычай, этот обычай долго продолжался, ну, больше 100 лет. Но примерно лет 10 назад он почти исчез. Вот я долгие годы в Германии наблюдал этот обычай в библиотеках, а потом, когда все перешло, так сказать, в онлайн, он, значит, этот обычай исчез, и там, так сказать, полки уже стояли пустыми. Но во времена Калмогорова, на них вот стояли эти вышедшие журналы, ну, и Калмогоров, значит, в этой библиотеке полистал этот журнал и наткнулся на теорему Никодима, она его заинтересовала. А сам он в этот момент мыслями был со своей выдающейся статьей об основаниях теории вероятности, которая его, вот, так сказать, прославила и действительно сделала отцом-основателем современной теории вероятности. А, значит, и по этой, значит, теории вероятности он подрядился писать монографию в издательстве Шпрингера. Ну, значит, зачем ему нужно было писать монографию в издательстве Шпрингера? Дело в том, что они с Александровым на двоих незадолго до того приобрели в Подмосковье, значит, в поселке Комаровка, приобрели дачный дом. И у него прохудилась крыша, и надо было, значит, эту крышу чинить. Ну, вот сейчас, я вот иногда бываю в этом мемориальном доме, сейчас там нынешний, значит, его владелец Ширяев его, так сказать, в идеальном порядке держит. Но тогда он был такой изрядной развалюхой, значит, с дырявой крышей. Ну, и вот надо было, так сказать, как-то снискать средства, чтобы, значит, починить. Ну, и Калмогорову кто-то присоветовал, вот, напиши, значит, монографию издательства Шпрингер, там прилично заплатят, и крышу можно починить. Ну, Калмогоров за эту идею ухватился. Но каково ему было, когда он рекомендовал по пять страниц статьи писать, а тут монография, и вот он написал страниц 70, а по договору там, кажется, больше надо было, я уж точно деталей не помню, но, ну, в общем, не хватало ему, там, в общем, не пять страниц ему надо было написать для этой монографии, какой-то там объем. И вот он уже все написал, выдающаяся работа, вот, которая и сейчас, так сказать, считается одним из фундаментальных застижений века, а ему страниц не хватает. И вот он, значит, увидел эту статью Никодима, и его осенило. Вот, что у него сейчас будет. Условное математическое ожидание. Это то, что мы сейчас с вами обсуждаем. И вот это, Калмогоров, как раз вот этот второй способ, с помощью теоремы Никодима, он туда сразу и ухнул, в эту свою книгу. Значит, книга вышла, крыша была починена, и потом еще полвека, значит, они с Александровым на этой даче, значит, жили, там на лыжах катались, и там ученики на лыжах катались. Вот, так что теорема оказалась очень-таки прикладная, теорема эта, значит, Радон Никодима, значит, во всех, так сказать, отношениях. Вот, так вот, значит, значит, вот у нас появилось это условное математическое ожидание. Значит, что про него можно хорошего еще сказать, кроме того, что оно есть? Ну, во-первых, понятно, что если, значит, во-первых, понятно, что если Кси сама, а измерима, то ничего не нужно, то условное мат ожидание будет сама Кси. Так, дальше, значит, если взять это равно единице, то получаем, что мат ожидания от условного мат ожидания совпадает просто с мат ожидания. Так, дальше, ну, естественно, вот из этого первого получается, что от константы, конечно, константа будет, вот, значит, что еще можно сказать хорошего? Значит, еще можно сказать хорошее следующее, что если Кси1 больше либо равно Кси2, то условное мат ожидания почти всюду, ну, если вот эти вот почти всюду, так, то и эти будут почти всюду. Ну, это очевидное испостроение, потому что мы так строили, что у неотрицательных неотрицательные условные мат ожидания. Ну, и у нас линейная эта процедура, поэтому это свойство, значит, очевидно. Ну, в частности, значит, в частности, вот можно было даже так сказать, что если Кси неотрицательна почти всюду, то условное мат ожидания тоже почти всюду неотрицательное. Значит, это все, так сказать, ну, такие довольно банальные вещи. Теперь вот полезное предложение, давайте его даже отдельное оформим, это нам понадобится, это все эти банальные наблюдения, конечно, тоже можно было бы назвать какими-нибудь там леммами, но вот реально полезная вещь вот какая. Если это ограниченное, а измеримое, так, то условное мат ожидания, то ее можно выносить из-под условного мат ожидания. Ну, как водится, все такие равенства почти всюду. Ну, почему почти всюду? Ну, потому что случайная величина, она у нас определяется своим действием через интегралы. Поэтому, если ее заменить на множество меры 0, то интеграл этих манипуляций не заметит. Но обратите внимание, заменять на множество меры 0 тут нельзя, абы как, потому что условное мат ожидания должно быть аизмеримым. Поэтому, если мы где-то его подменяем на множество меры 0, то само это множество должно быть из А, а не абы какое меры 0. Так, значит, ну, давайте это докажем. Значит, доказательства. Это, ну да, это предложение, да. Значит, доказательства. Значит, ну, смотрите, что нужно доказывать. Значит, нужно, значит, сравнивать интегралы по множествам, значит, из А. Спрашивается, верно ли, что интеграл вот от этого равен интегралу вот от этого. Так, значит, вот вопрос еще такой. Значит, будет ли такое равенство. Ну, давайте посмотрим, что это за равенство. Значит, смотрите, что тут слева стоит. Слева стоит интеграл по омега от индикатора А умножить на условное мат ожидания от этого кси. ДП, так. Вот, вот кто такой слева стоит, так. Ну, и по определению, по определению, это есть интеграл по омега от индикатора А умножить на, вот на это дело. Так, значит, здесь я ДП забыл. Так, значит, это тот, кто стоял слева, так. А справа, а справа, кто стоит? А справа стоит интеграл по омега от единицы на А умножить на это и умножить на, ну, вот на это дело. Так, вот кто стоит. Но вот эта штука, значит, вот эта штука, она аизмерима. Значит, вот это произведение, оно аизмеримо. А поэтому, поэтому это же будет интеграл. То есть, то же самое. Значит, то же самое получается. Так что, видите, значит, вот доказали, значит, путем сравнения интегралов по множествам из А. А теперь, значит, давайте, так, сейчас, ну, давайте вот какой-нибудь, давайте какой-нибудь пример рассмотрим простой, значит, давайте рассмотрим простой пример вычисления. Вообще, значит, это страшно важная вещь, вот эти условные матожидания в теории вероятности, в теории случайных процессов, в статистике и в теоретической, в прикладной. Ну, это все страшно важная вещь. Так что Колмогорову воистине повезло, что он нуждался в ремонте дачи и наткнулся на эту статью, значит, Никодима, значит, в библиотеке, значит, немецкого университета. Вот, значит, почти никогда эти условные матожидания, вот это такая странная вещь, почти никогда нельзя вычислить. Вот такой вроде важный объект, так, но это не тот неуловимый Джо, которого никто не может поймать. Это вот реальная вещь, значит, которая нужна и применяется. Значит, вот давайте посмотрим, значит, пусть Омега разбита на, вот давайте так, А1, значит, АН, дизъюнктные, дизъюнктные множества, значит, ну, вот это сигма алгебра, разбита на конечное число кусков, так. АА, это порожденное вот этими множествами, так, сигма алгебра, но она очень просто устроена. Когда у вас пространство разбито на несколько кусков дизъюнктных, так, значит, ну, вот такая вот картинка, так. То, как устроены множества из сигма алгебры? Ну, это пустое множество, так, и какие-то конечные поднаборы вот этих, так. Значит, вот можно брать их по отдельности, парами, тройками, вообще вот всякие такие наборы, ну, и плюс еще пустое, будут образовывать сигма алгебру, так. Ну, как очевидно, эта сигма алгебра, она конечной просто будет, так. И как устроено, значит, давайте посмотрим, как устроено условное матожидание интегрируемой функции вот для такой очень простенькой сигма алгебры. Значит, оно устроено так, значит, это сумма будет, так, а сумма будет вот чего. Значит, нужно взять интегралы по этим множествам. А, давайте я еще только забыл сказать, пусть они еще, пусть эти множества еще, пусть эти множества положительные, еще положительные меры. Вот это я еще забыл сказать. Значит, вот это, я про это вспомнил, когда стало нужно делить на них. Вот, значит, вот какой ответ. Значит, смотрите, это будет такая ступенчатая функция, так, которая постоянно на каждом вот этом кусочке. И чему оно равно, какое значение этой функции на кусочке? Это среднее значение ее по этому кусочку. Среднее значение это интеграл делить на меру кусочка. Значит, как устроены функции, измеримые относительно такой очень простенькой сигма алгебры? Это и есть ступенчатые функции. Измеримые функции это те, которые на этих кусочках постоянны. То есть получается, что конечномерное пространство, это конечномерное пространство таких вот ступенек на этих множествах. И то, что здесь написано, это выглядит как проекция, как ортогональная проекция на конечномерное подпространство. Если бы Кси была из Л2, то это и было бы ортогональной проекцией на это конечномерное подпространство ступенек. Но в общем случае формула, в общем случае это не скалярное произведение, а интеграл, но формула в общем случае такая же. Значит, ну давайте проверим, почему это верно. Давайте проверим, почему это верно. Ну достаточно, поскольку у нас линейно, поскольку у нас условное мат ожидания линейно, то достаточно рассмотреть вместо кси умножить на индикатор, ну скажем первого множества. Ну для остальных аналогично. Значит, функция, эта функция слагается из суммы, она умножить на индикаторы, ну вот этих, потому что сумма этих индикаторов единица. Значит, если мы для каждой такой проверим, то ответ будет перенесенный на общий случай. Значит, смотрите, в этом случае получается следующее. Условное, ну вот это, что нам эта формула дает? Значит, эта формула нам говорит, ну это еще подлежит проверке. Так, но если это так, то смотрите, в этой формуле исчезли все интегралы, кроме одного, потому что новая функция, она вне всех ноль, значит, все интегралы исчезают, кроме первого. Так, поэтому получается, что вот такой должен быть ответ, интеграл по А1 делить на меру А1 и умножить на индикатор А1. Вот какой должен быть ответ, значит, если эта формула правильная. Ну и наоборот, если ответ такой, то значит формула правильная. Значит, ну давайте проверять. То есть, видите, это я еще пока, так сказать, со знаком вопрос поставил, верно ли. Значит, правая часть определена, а левая, ну, живет в какой-то своей внутренней жизни. Так, и, значит, вот почему она совпадает с правой. Значит, ну давайте проверять. Так, значит, давайте проверять. Значит, смотрим. Значит, что тут полагается смотреть? Значит, смотрим интегралы. Значит, смотрим на интегралы обеих частей по множествам А из сигма-алгебры. Так. Но эти множества, это конечные объединения ожитых. Так. Поэтому достаточно смотреть, достаточно смотреть на интегралы, на интегралы по ажитым, ну, по отдельным вот этим ажитым. Так. Значит, у левой части, значит, интеграл левой части. Значит, интеграл левой части. Что это такое? А это просто интеграл по ажитому, ну, вот этого вот, кси умножить на индикатор А1. Так. Значит, правой части. Значит, правая часть. Значит, смотрите, что дает правая часть. Ну, это вообще число. Так. Вот это число, оно выносится при интегрировании. Так. Так. А это интеграл, ну, по ажитому, вот, индикатора А1. Так. Значит, чему это равно? Значит, чему это равно? Ажитое это какое-то из этих множеств. Так. А1 это вот первое фиксированное. Значит, если ажитое, если ажитое, ну, если ж равно 1, если ж равно 1, то это просто будет, ну, из всего этого останется интеграл вот этого. Так. Потому что здесь будет просто мера ажитого, ну, то есть мера ажитого, равного А1, мы сократимся с этим. Так. Это если жи равно 1. Так. А 0, значит, 0 будет, если жи не равно 1. Вот такой ответ получился. Так. Значит, у правой части будет либо 0, либо этот интеграл. А у левой части, так, значит, у левой части что будет? А если, ну, опять, если, значит, ну, это будет как и левая часть. Так. Потому что здесь то же самое. Если жи не 1, то это 0. А если жи 1, то это просто интеграл от кси по А1. Вот. Так что вот, значит, прямая проверка показывает, что все так. Ну, еще, если же пользоваться вот этой апелляцией к L2, то тут ничего и обосновывать не надо. Потому что, смотрите, какой наглядный смысл, ну, какой наглядный смысл вот этой формулы. Это как раз ортогональная проекция на конечномерное подпространство. Как устраивается ортогональная проекция на конечномерное подпространство? В нем берется базис ортонормированный, так? И как будет выглядеть ортогональная проекция? Нужно брать скалярные произведения с элементами этого базиса, ну, и умножать на них, и суммировать. Вот как будет, ну, как будто бы, как мы просто по базису суммируем, но только суммируется не по базису всего пространства, а по базису этого подпространства. Но кто здесь в этом подпространстве, кто здесь базис? А вот эти индикаторы, этих множеств ожитых, они попарно-ортогональны. Ну, чтобы они стали базисом, ну, нужно еще на константы их умножить, пронормировать, тогда это будет базис. Ну, и вот тогда, если пользоваться этой формулой ортогонального проектора, то, ну, вот в точности то, что у нас написано, и получится. Поэтому, в общем, ответ неудивительный. Ну, кстати, вот таким способом можно было, без вот этой проверки, таким способом можно было бы это обосновать. Так, теперь, сейчас, ну, еще есть несколько минут, сейчас я гляну, что-то я еще собирался. Значит, значит, так, что-то я еще собирался, значит, что-то я еще собирался сказать. А, вот, значит, полезное, ну, сейчас у нас будут некие связанные с этими делами, значит, объекты, но это уже в следующий раз. Значит, мартингалы, значит, ну, и уже такая вот более, так сказать, вероятностная пойдет, значит, дискуссия. Но, сейчас, еще одно техническое неравенство, значит, неравенство Йенсена. Неравенство Йенсена. Значит, давайте я, чтобы обозначения были как в конспекте. Значит, пусть В выпуклая функция, значит, выпуклая функция на R, так, КСИ интегрируемая случайная величина, так, и еще дополнительно предполагается, что В от КСИ тоже интегрируема. Тогда верно вот такое вот неравенство. А В от, значит, давайте так напишем, значит, В от условного мат-ожидания относительно А меньше либо равно, чем условное мат-ожидание В от КСИ. Вот так. Значит, это почти всюду. Значит, это почти всюду. Значит, смотрите, обычное, обычный Йенсен. Значит, обычный Йенсен. Это условное мат-ожидание, наоборот, обычное мат-ожидание, сейчас, В от обычного мат-ожидания меньше либо равно, чем мат-ожидание от композиции. Так, это обычный Йенсен. Видите, это неравенство для интегралов. Вот можно еще так, естественно, написать, что В от интеграла от КСИ оценивается через В от КСИ проинтегрированное. Так? Значит, это для чисел неравенства. Так, ну, для чисел и для интегралов. А тут не совсем так. Так, потому что, смотрите, сюда-то вы подставляете числа, ну, там, зависящая от Омега, тем не менее, ну, числа, вот эта функция, вы ее в В подставили. Так? Но справа, справа, у вас уже получилось, ну, у вас в чистом виде функция получилась. Это, ну, так сказать, не число зависящее. Ну, конечно, функция тоже есть число зависящее от Омега. Но это не так, что, вот, ну, так сказать, ну, это число-то как бы другого сорта, чем в левой части, так? Поэтому, поэтому, так, не очень банально, не очень банальным и очевидным кажется, как, как вот это связано с тем, ну, понятно, что вроде как вещи общие, но и там Йенсен, и там Йенсен, там ожидание, и здесь ожидание, и там выпукло, и здесь выпукло, и вроде ключевые слова те же, так? А как вот, как бы это доказать? Значит, ну, вот, сейчас нам уже надо сделать перерыв, но, значит, значит, способы доказательства такие, значит, способы доказательства такие. Значит, один способ, значит, посмотреть, ну, вспомнить, как доказывается неравенство Йенсена вот в этом виде, ну, и, так сказать, как-то модифицировать рассуждение в этом случае, да? Значит, это один способ. Значит, другой способ, значит, другой способ. Значит, ну, вспомнить, что когда что-то доказывают, там, какие-то неравенства общего вида для функций, то обычная технология такая, доказывают для функций, ну, для простых функций с конечным числом значений, так? Ну, а потом там предельным переходом устраивают в общем случае, так? Значит, это другой способ, так? Но, значит, каждый раз мы будем утыкаться, что вот, причем тут почти всюду, там никаких почти всюду не было, а тут почти всюду. Значит, это каждый раз будет, значит, некий предмет раздумий, как это сюда. Ну, и, наконец, третий способ, вот это я сейчас так наобум скажу и сделаю перерыв, чтобы не надо было его обосновывать, потому что я никогда таким способом не делал. Третий способ такой, ну, для того, чтобы доказать, что это верно, так? А, ну, вообще-то вроде бы как надо что сделать? Просто-напросто проинтегрировать обе части по множеству из А, так? Значит, и если окажется, что после интегрирования обеих частей по каждому множеству из А будет неравенство, ну, значит, все окей и есть, так? Но, когда вы проинтегрируете, когда вы проинтегрируете по множеству, значит, А обе части, то здесь, ну, здесь понятно, что получится, да? Вот эта часть, что это? Это будет просто интеграл, вот такой будет интеграл, да? Если вы по-проинтегрировали, вот будет вот такой интеграл, да? А здесь что получится? А здесь получится вот что? Интеграл, значит, ну, вот от этого дела получится. Интеграл, так? Вот, вот смотрите, какая вещь, так? Ну, и вот вопрос, что, так сказать, вопрос, что с этим можно поделать, так? Вот там уже никаких условных мат-ожиданий нет, так? Ну, и там, так сказать, некое число стоит. А здесь, здесь стоит вот такой интеграл, так? Но, 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 вот все упование, все упование, вот на это неравенство. Значит, вот надо подумать, Нельзя ли как-то грамотно вот то неравенство применить? Тут надо подумать, можно ли его как-то применить. Но это такой способ сомнительный, поэтому я в этот момент лучше всего и остановлюсь. Ну а в качестве задачи придумайте, как доказать этого Йенцена. На этом пока закончим.